приветствую всех любители рукоделия и не только сегодня я хочу показать и рассказать а вот такой прекрасный поделочки как совушка вот она красотулечка вот так вот она выглядит у нас есть вот так вот сзади ну что ж это может быть прекрасно по делу подарок да может просто поделка для себя любимого может быть брелок для ключей для телефона подачу его угодно уж придумать можно можно и просто и поиграться такая мягенькая такая классненькая такая вот совушка ну что готовы приступить делать и тогда начнем для этого нам понадобится нитки крючок клей и все так и так совушка у нас состоит из двух деталей это передний и задний и сейчас мы с вами начнем делать заднюю сторону для этого нам нужны нитки желтого цвета зеленого цвета белого цвета красного цвета вот они все и синего цвета сейчас я их найду вот они из всех этих цветов мы будем делать нашу сову и так для спинки вначале мы берем то есть сюда могут быть самые разнообразные но я беру первый цвет это зеленый цвет вот сейчас настроили видео это первое что мы делаем это скользящую петлю наматываем ниточки на пальчики затем под ниточку проводим крючок захватываем снизу вторую ниточку вытягивая а далее закрепляем петелечкой и и делаем подъем 3 воздушная по моему не сильно видно теперь мы делаем 13 столбиков с накидом в этот круг 1 2 3 4 5 5 так с пятерочкой у меня проблемки распустим чтобы не было и так 5 6 7 8 9 9 10 10 11 12 12 12 13 14 вот сделали теперь берем за ниточку и просто тянем и вот так вот затягиваем все у нас получился кружок вот она кружочек теперь мы отправляем наш крючок в уголочек и делаем соединительную петлю дальше мы меняем ниточку на желтую нам больше зеленая не понадобится мы ее отрезаем берем желтую затягиваем вытягиваем петельку а зеленую хорошенько затягиваем вот и подтянули конечно же и делаем подъем и теперь мы в каждую петельку делаем по два столбика с накидом вот она петелечка ниже лежащие 1 столбик а вот эти вот ниточки мы их ввязываем столбик с накидом 2 столбик с накидом в ту же самую ниже лежащую петелечку и так еще раз вот я поближе сделаю и так делаем делаем накид и ниже лежащую петелечку один столбик с накидом опять накид и туда же еще один столбик с накидом и вот так вот делаем весь ряд вот птицы какие они разные какие они все красивые но все равно мы отдаем предпочтение какой-то одной или нескольким птицам какие-то птицы не умеют вообще летать но они все равно то есть они не парят в небе но пингены например могут парить в воде как они красиво плавают хотя на земле не так невыклюже страусы тоже красивые грациозные птицы все время прохожу мимо своего за уголка и любое семя но я не знаю мне очень нравится соло то есть это мои самые любимые птицы самая красивая я имея готова любоваться не знаю часами наверное помню когда была в питере в зоопарке там очень много ассоу меня оттуда было не оторвать так что у нас живут текенки совы синенькие красавицы на экшем сам большое множество также с цветок вот поэтому я и решила все-таки носов обратить особое внимание и сделать несколько мастер-классов по как раз связанию вот этих вот замечательных красивых птичек конечно с удовольствием услышу ваше мнение также если вы расскажете о своих любимых пернатых какие они есть конечно мир природы не останавливается на одних птицах есть и другие животные млекопитающие но из млекопитающих я даю предпочли предпочтение кошачьим очень обожаю грацию против ничего такого не делает ну какие же они грациозные даже когда спят ну вот пока я с вами разговаривала я закончила этот ряд вот последние два столбика с накидом в одну петелечку и соединительная все опять этот цвет мне на этой стороне больше не понадобится беру красный и точно так же делаю петелечку я сказала петелечку сделала петелечку оранжевую ниточку затягиваю затянула красненькую тоже опять поднимаюсь делаю три воздушные и теперь обратите внимание вот так вот вот у нас промежутки между вот вот этими двумя столбиками с накидом я вставляю вот сюда вот крючок для того чтобы сделать три столбика с накидом вот промежуток вот раз так как у нас один столбик уже подъем был два столбика и три столбика получается и дальше еще раз мы ближе показываю вот у нас одни два столбика и вот у нас другие и вот между ними я буду вставлять крючок вот между ними буду вставлять крючок вот как-то так поближе вот у нас один раз вот два столбика с одной петельки 2 между ними и опять три столбика с накидом 1 столбик с накидом туда же два столбика с накидом 1 столбик с накидом и 3 столбика с накидом и так я делаю весь ряд не туда вставала ничего страшного мы это переделаем сейчас покажу как это должно выглядеть в призе так вот так вот это выглядит то есть между двумя столбиками я делаю три столбика с накидом столбика с накидом ну вот осталось пару столбиков с накидом и я закончу этот ряд так что ж такое 3 все делаю соединительную петлю все опять отрезаем красного цвета ниточку и берусь за синего цвета который еще надо найти где она у меня тут такая ниточка которая спряталась делаю петельку красную прячу делаю подъем две воздушные и в одну петельку два столбика с накидом 1 и не забываю ниточки вот эти вот ввязывать 2 теперь в следующие две петелечки мы делаем по одному столбику с накидом первый столбик и следующую второй столбик дальше два столбика в одну петелечку 1 2 опять следующий ниль же лежащие тактере убираем это нужно подрезать потом то он мешает по 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 одному столбику с накидом следующий следующий два столбика с накидом и в последнюю один столбик с накидом то есть должно получиться вот так два воздушных два столбика с накидом ниже лежащую один столбик один столбик два столбика один один два один и далее все остальное мы вяжем только столбиками без накида накида до конца вот это вот этот но же формируем голову и заканчиваем этот ряд столбиками без накида последний столбик без накида и соединительная теперь одна воздушная и далее делаем два столбика с накидом один раз два столбика с накидом в другую петельку второй раз что-то увлеклась два столбика с накидом в другую петельку далее столбики без накида один столбик второй столбик третий столбик без накида четвертый столбик без накида и пятый столбик без накида без накида и дальше опять два раза по два столбика с накидом раз два и в другую петельку раз два одна воздушная и соединительная петля все спинку мы сделали точно так же делаем перед я буду менять цвета местами мне так больше нравится как сделаю перед покажу как соединять вот я и заканчиваю вторую заготовочку осталось совсем чуть-чуть еще два столбика на воздушную и все я сделала еще одну заготовку и далее для того чтобы шить две заготовки вместе я где-то сантиметров пятьдесят оставляю и отрезаю все вот она моя заготовочка и вытаскиваю ниточку из петельки закрепляю вот я ее закрепила вот эти вот ниточки оставшиеся я могу их не срезать почему? да потому что они все равно спрячутся и поэтому я совершенно спокойно их оставляю в таком вот виде кому они мешают могут также совершенно спокойно их отрезать кроме вот этой вот эту сантиметр равна два оставить потому что может наша серединка распуститься итак вот у нас две заготовочки теперь я беру заготовочку которая нам необходима та которая будет у нас передом вот она и делаю клюв то есть я его просто-напросто вышиваю вот у нас по серединке красненький треугольничек вот этот треугольничек я и буду вышивать для этого я беру ниточку в принципе поступаю точно так же как и для вышивки крестом далее с изнаночной стороны вот где у меня будет клюв закрепляю ее ввожу в петелечку и затягиваю и далее поближе вот вот здесь вот у нас получается три столбика вывязаны так вот вот в каждую вот эту петелечку откуда войдет синий столбик я дважды прошиваю желтенькой ниточкой отсюда до сюда два раза чтобы было более так красивее ярче чтобы меньше было красных просветов один и туда же второй раз теперь следующий один раз главное еще не зашить вот эту вот ниточку один раз и туда же второй второй и вот у нас третий столбик точно так же один раз и туда же второй второй вот такой получился клюв и делаем узелок и узелок и лишнее отрезаем вот так вот она красавец я вышила клюв для моей теперь я беру две заготовочки складывая их изнаночными сторонами внутрь и просто-напросто по петелькам по петелькам сшиваю сшиваю можно и связать первую не показывая первую сову я соединила обвязывая потом покажу разницу а вторую саму я сошью иголочкой с ниточкой и так то мы сшиваю на так 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 это и то так и так то Вот сюда Вот эта часть То есть здесь мы не сшиваем Потому что мы будем набивать Ну что ж Я дошила Оставила как говорила Вот на голове Вот такое вот отверстие Пока у меня получился такой Тоже оригинальный Кошелечек Куда можно спрятать монетку Но монетку мы не будем спрятать А в принципе Может быть у нас сова из сюрприза Может мы можем Написать какое-нибудь пожелание Другу, которому подарим эту сову И спрятать вот В тексте нашей совы Чтобы она сбылась А может для того, чтобы Друзья были Всегда в достатке Туда отправить монетку А потом Все замаскировать Синтепоном Но я ничего такого делать не буду Я просто-напросто Ее Набью Синтепоном Вот она Простой Синтепон Для этого я беру кусочки Их так вот Пошу И кормлю мою сову До тех пор Пока я не решу Что хватит Моя сова Сытая Кто-то хочет сделать Сову Более упитанной А может кто-то захочет Ее сделать более воспитанной У каждого свои предпочтения Но я Я не знаю Вот как только Почувствую, что все Хватит Сразу Прекращу Худенько я покращу Худенько я покажу Ну я думаю Это у меня будет Последний кусочек Все Ну скорее всего Это у меня будет Девочка Она будет такая Более полненькая Чем мальчик И далее Я отверстие Это Зашиваю Так же Как я шила До сих пор Ну что ж Я Сшила Зашила Вот это Отверстие Которое Мы набивали И вот Такая Вот Заготовочка У меня Получилась Мягенькая Хорошенькая Такая Красотолечка Что же осталось Осталось Начать Закончить Осталось Два глазика Два крылышка И два ушка Сделать Начинаем Для глаз Мы берем Нитку белого цвета Делаем Скользящую Петлю И затем Двенадцать Делаем Две воздушные Петельки И затем Двенадцать Полустолбиков Как мы делаем Накид Вставляем В кружочек Захватываем Нитку Вытаскиваем И теперь Берем Нитку И через все Протягиваем И таким способом Делаем Двенадцать Раз Еще раз Показываю Накид Вставляю Кружочек Беру Нитку Вытаскиваю У нас получилось Три Раз Два Три И теперь Через все Протягиваем И таким способом Делаем Двенадцать Раз Мне осталось Десять Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Восемь Девять Десять Оденнадцать Двенадцать Берем за ниточку И Затягиваем И Соединительные Петли Соединяем Получается Кружочек Теперь еще Одно Вот таких Мы делаем Две Заготовки Вот Два Глазика Вот они Сейчас Я Подкорректирую Вот так Вот Два Глазика У меня Получилось Теперь Я эти Глазики Приклеиваю Отрезаем Лишнюю Ниточку Как всегда Как я и говорила Приклеиваю Я На Термопистолет То есть Вот это Все Прячу Мой Старенький Проверенный Проверенный Пистолет Намазываю Ну Давай Начинает Течь Что-то Сейчас Вот Пошел процесс Вот На пистолет Клей Приклеиваю Приклеиваю Один Глазик Вот он Не забываем Прятать все Ниточки Вот Два Глазика Мы Приклеили Но Нам же Еще Нужны Не Только Белки Но Еще И Зрачки Поэтому Есть Несколько Вариантов Что Мы Можем Использовать А Использовать Мы Можем В Вот Такие Вот Пайетки Ибо Бусинки То есть Кто Что Захочет И Я Беру Пайетку И Опять Таким Намазываю Клей И Приклеиваем Вот Такие Вот Получились Большие Совья Глазки Вот Они Теперь Нам Надо Сделать Что Крылышки Итак Для Этого Я Беру Желтую Ниточку И Набираю 9 Воздушных Петель Раз Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Вот Девять штук Мы набрали Теперь Нам Необходимо С обеих сторон Провязать Столбик без накида Полустолбик Столбики с накидом И Опять Полустолбик Столбик без накида И воздушную Так Одну мы Петельку Пропускаем Следующую Мы Провязываем Столбик Без накида Дальше Вяжем Столбик Полустолбик Теперь Мы вяжем Четыре Столбика С накидом Раз Два Три Четыре Далее Один Полустолбик И столбик без накида Теперь Одну Воздушную И точно так же Только С другой стороны Столбик Без накида Полустолбик Четыре Четыре Столбика С накидом Раз Два Три Три Четыре И точно так же Полустолбик И столбик без накида Одна воздушная И закрепляем Одна воздушная И лишняя все Отрезаем И ниточку Вытягиваем Вот Получилось Крылышком Теперь Мы делаем Точно так же Второе Крылышко Вот Получилось Два Крылышка Для нашей Совушки Если вы посмотрите На крыльышко То она С этой стороны Закругленная Вот Вот А с этой стороны Она более острая Даже если мы уберем Ниточку Так вот Закругленная часть Это будет сверху А не закругленная Острая Снизу Вот таким вот способом Ну что же Берем И приклеиваем Наши Точнее Солушкины Крылышки Какую ниточку Прячем Ой Многое приклеилось И Приклеиваем Вот Так вот Вот Приклеили Одно Крылышко Берем Второе Намазываем Клеем И Стараемся Так Чтобы они Были Симметричные Прячем Все Ниточки Приклеиваем Второе Крылышко Ну что же Чуть-чуть Чуть-чуть Добавлю Поздравляю 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 Можно сказать Что это И Солушка Чего-то Не хватает А не хватает Ушек Для этого Мы берем Ниточки И Разрезаем Берем Ниточку Желтого Цвета Складываем Ее Четыре Раза Раз Два Три Четыре И Отрезаем Вот таких Заготовочек Нам надо Две Штучки Для Правого Ушка И Левого Ушка Теперь Берем Солу Вот Они у нас Уголочки Первый И второй Куда У нас Будут Где мы Будем Делать Ушки Вставляем В уголочек Крючок Складываем Пополам Нашу Заготовочку Пополам Мы ее Сложили Одеваем На крючок И Пытаемся Вытянуть Все Ниточки Пытаемся Вытянуть Все Вот Вытянули Ура Теперь Теперь Смотрите Сколько У нас Ниток Мы захватываем Крючком И вытягиваем И затягиваем Одну Штучку И точно Так же Делаем Второе Ушко Берем Заготовочку Складываем Пополам Следим Чтобы у нас Ушки Были Симметричны Вставляем Крючок Захватываем Все Ниточки Пытаемся Их Вытянуть Все И дальше Опять из петельки Вытягиваем Ниточки Вот так Все Не через все Видео Мне петелька Осталась Ну ничего Я сейчас Попробую Исправить Создавшуюся ситуацию Все Исправила Но такие ушки Слишком они длинные Слишком И поэтому Мы ушком Делаем Стрижку Обрезаем Под нужную Длину Вот они у нас Получились Вот такие вот ушки И У нас Получились Две Вот такие Ой Две вот такие Вот совы С большими С глазками С маленькими Глазками Да Я обещала Вам Показать Сравнить Два способа Соединения Двух деталек Обвязанный И Шитый Итак Сейчас Ой Ой Так Что-то я Не могу Повать Вот Обратите внимание Вот это вот Обвязанный Край Вот такой Вот Вот А вот Это вот Шитый Край То есть Он Получается Более Округленький Вот Я сейчас Два Их Вот так Сложу Вот Вот Это вот Более Округленький Это Шитый А вот Это Как Шнурком Это Обвязанный Вот Разница А Так Вот Такие Вот Солошки Красавица Получились Вот С такими Ушками Кому Понравилось Пишите Говорите Ставьте лайки С удовольствием С вами Пообщаюсь На этом все Пока 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 Субтитры Субтитры Субтитры